Павел Лупиш И все мы с вами войдем в радость светлого и спасительного праздника Светлого Христового Воскресения Пасхи Господней Само слово Пасха ветхозаветного происхождения Впервые оно встречается в пяти книжах Моисея в книге Исход И связывается с исходом евреев из рабства земли египетской Само слово Пасха с арамейского языка переводится на современный русский Как прохождение мимо и связывается с событиями Незадолго предшествующими самому исходу евреев из египетского рабства Когда Господь послал на землю египетскую десять казней И последнее из них было умершление всех первенцев То есть детей мужского пола в всех семьях в египетской земле Для того, чтобы ангел Господень прошел мимо каждого еврейского жилища Им было повелено закладь жертвенного агнца Съесть его всей семьей с соблюдением особых условий И помазать кровью этого ягненка косяки своих дверей Таким образом смерть прошла мимо каждого еврейского дома И посему этот праздник назвали Пасхой То есть прохождением смерти Простой, обычной, телесной смерти Мимо каждой еврейской семьи Как мы помним из Нового Завета Сами страдания нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа И Его славное воскресение Прошли как раз в период празднования еврейской Пасхи Пасха христианская была установлена в самые первые годы Еще апостольские времена нашей с вами веры, христианства С учениками Спасителя нашего Господа Иисуса Христа Святые отцы указывают, что Пасхой она называлась в память о том празднике ветхозаветном На который выпадали эти события Но и также связывались с событиями самого воскресения И предшествующей телесной смерти нашего Господа Иисуса Христа Ведь именно с заклания жертвенного агнца Нового Завета Нашего Спасителя и произошла Пасха для каждого христианина Прохождение мимо смерти духовной И воцарение в душе каждого человека Царства Небесного Как и любой другой христианский праздник Пасха имеет свои традиции, свои особенности И атрибуты, по которым каждый человек осознает Что этот праздник отличается от всех остальных Наверное, в сознании каждого человека Праздник Пасхи связывается с освящением Пасхальной снеди, мяса, молочной еды, яиц, куличей И, конечно же, это тоже имеет свое отношение к празднику Пасхи К примеру, яйца, которые красят люди за несколько дней до праздника Пасхи И потом освящают по уставу в сам день Пасхи Но по церковной установившейся традиции в Великую Субботу Символизируют собой новую жизнь Ведь как цыпленок вылупляется из-под толщи скорлупы яйца Так и Христос некогда воскрес из-под толщи скалы гроба В который было положено его причистое тело Почему именно красный цвет? Да, сейчас в магазинах можно увидеть огромное количество Различных красителей, в которые можно окрасить яйца Это совершенно различные цвета Но изначально это был именно красный цвет Церковная история знает несколько примеров И несколько традиций, которые обуславливают данное событие Но наиболее известное и, пожалуй, наиболее реальное Это событие, связанное со святой Марией Магдалиной Равноапостольной женой Которая наравне со всеми апостолами Проповедовала о своем воскресшем учителе Согласно церковному преданию Святая равноапостольная Мария Магдалина Попала в город Рим с проповедью о Христе Еще за несколько лет до пришествия туда Святых апостолов Петра и Павла Она должна была попасть во дворец к императору И тогда необходимо было, чтобы попасть на прием К этому человеку, принести ему какой-то дар И святая равноапостольная Мария Принесла императору белое яйцо И возвестила о воскресшем спасителе Тогда император ей ответил, что Мертвые воскресают так же, как и это яйцо Может стать красным Конечно же, усомнился в словах Святой равноапостольной жены И в этот же момент яйцо воспылало красным цветом После чего император смог удостовериться В словах жены Также церковная традиция знает освящение Скоромной снеди Той еды, от которой мы отказывались На протяжении более чем 50 дней Перед Святой Пасхой Это мясо, это молочная пища И другие, может быть, скоромные продукты От которых мог отказаться человек Конечно же, надо помнить, что это освящение Не именно этой корзинки, которую мы приносим в храм А в общем смысле благословение Божие На вкушение той пищи, от которой мы отказывались Ведь каждый раз, когда мы садимся за стол Для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать Мы просим у Бога благословения На эту пищу, которую мы приготовили Так и здесь мы вновь просим у Бога благословения И разрешения вкусить то, от чего мы отказались Несколько десятков дней назад Почему же все-таки куличи? Ведь кулич — это, можно сказать, не постная пища Обычный хлеб Но, тем не менее, существует традиция По которой церковные люди пекут перед Святой Пасхой Особый кулич, особый хлеб Артас, который хранится на протяжении всей Светлой Седмицы в храме Который особым образом освящается на саму Святую Пасху В день Светлой Субботы Читается особая молитва на раздробление этого святого хлеба И он раздается верующим Артас символизирует собой самого Христа Который вот сейчас ныне воскрес И раздается верующим для вкушения каждый день Когда это необходимо православному христианину Конечно же, Артас не замещает святых тайн Тела и крови Христовых Но, тем не менее, церковные отцы учат Что в дни, когда мы не можем приступить к Таинству Святого Причащения Но нам так необходимы эти святые тайны Мы можем вкусить кусочек Артаса И таким образом получить некоторую духовную поддержку для себя самого Также куличи и пекутся по аналогии с этим Артасом Но куличи, которые хранятся не в храме, а в доме каждого человека И вкушаются с особым благодарением Божиим За то, что Он делает, за те милости, которые Он творит среди нас Конечно же, эти традиции непосредственно связаны с праздником Святой Пасхи Конечно же, через все эти традиции мы проходим Все их соблюдаем Но нам всегда надо помнить, что ни яйца, ни мясо, ни молоко, ни кулич не приблизят нас к Богу Самое главное в нашей жизни – это участие в богослужениях Церкви Участие в самом главном богослужении Церкви – Святой Литургии Божественной Евхаристии, Единении со Христом Поэтому, дорогие братья и сестры, надо помнить, что не все традиции так важны А именно причащение Святых Тел и Крови Христово в каждый день нашей жизни А особенно в праздник Светлого Христового Воскресения Дабы в этот светлый праздник, праздник восстания из гроба нашей жизни, нашего спасения Господа нашего Иисуса Христа Каждый из нас мог иметь единение вместе с Ним Христос Воскресе! Светлого Христового Воскресения